друзья всем привет пойдемте хотел показать как индюки бегают 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 ищет ну не ищет а едят с удовольствием по кругу по кругу кушают павлуша с сашуней стоят на месте видите а все вокруг бегают которые поменьше они в авторитете здесь конечно короче нравится им этот капустка ну и нравятся ему такие вот это я у цыплят все пособирал кашники цыплята там по выедали что могли все остальное индюкам индюки съедают все короче индюки молодцы друзья только что напуживал на ночь я же говорю что я топлю потихонечку но сейчас кочанами много напуживал как дыма сюда нашло от отсюда во а там видать тут трубу забил а ну отсюда во пока прочистил вот пришлось открыть окно открыл это уже вот здесь открывал уже закрыл и дверь открыта и пускай ну печка греет сарае тепло а ну она он спустилась видите даже сколько 18 градусов а на улице а ну кстати на улице на улице свежо друзья сейчас я гляну она 8 да он 8 градусов друзья но здесь плохо видно на камера я вижу 8 градусов ну а ночью вальвадя и чё сюда пришел а ночью друзья уже даже я смотрел будет показывать что там плюс 1 0 даже за это моя я им по ковшечку дал сайт добавь 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 володя не моя же тебе давал он еще хочет а шо тут его есть какие-то вкусняки где она наверно упала в этот а ну дай ему молоть на волосе а вот хвостом билет нельзя володя володя нельзя маркиз не боится ничего нельзя володя так а ну давай от чудово кусает лишь пришел сюда до них выходим давай выходи володя выходим давай этот и нахлый наглеешь быстро пришел до них и еще и этот как все закрываем хватит все уже вроде дыма нема валют все давай занимайся на охране давал ему сегодня вкусняшку кстати друзья сегодня покупали и катя пришла все нельзя тут поставить а ты им сейчас дашь а ну давай чтоб они затихли все затихли ох и требовательные так шо я рассказывал а баксику покупали ну и володьки и хозяйству покупали лекарства в аптеке и там нас угостили такую штучку как мороженое да она сказала мороженое для собачки если смотрите на вас вас вам привет спасибо баксику очень понравилось он с сразу ночи если ему что-то нравится он сразу начинает его так хриз да да ну мы постоянно берем уже нас люди знают что мы с собачкой приходим баксику гостили и друзьям взяли вот этот бровофом новый потому что тот у нас закончился мы пропоили всю птичку и индюков кстати видите здесь даже нарисованы фазаны зай тут даже нарисованы да так что ты для всех а но он и для животных для кролей короче для всех можно его но мы для для птицы его используем взяли друзья еще вот такое вот для кроликов получается байкокс два с половиной процента 10 миллилитров пропоем малых а может когда мы там посмотри посмотрим в этом у нас есть еще один пузырек да мы посмотрим в журнале если шоу кого надо там пропоем и тех и друзья купили от геморрагички и миксоматоза по старин мармикс нам давай дают в этой аптеке там специально у них видать морозилка кубик льда нам побольше кубиков льда кинули мы часто там постоянно которую ли ну вакцину брали для кролей все в этом одном магазине да есть я пойду мы вчера смотрели за вот у нас есть от глистов мы сначала всех пропоем от это кроликом от глистов дадим потом дадим вот это и уколем вакцину и и на всякий случай купили и вермиктин 10 кубиков но это получается на 330 килограмм и вообще мы работаем всегда как сказать с этим альбиндозолом до альбиндозол у нас есть мы скоро дадим про глистуем котов володьку мы глистуем и от паразитов альбиндозолом а потом друзья будем делать им вакцину от бешенства потому что у нас тут в нашей области там вспышка там вспышка мы читаем новостях да в районе в нашем даже было собака там до частном доме собака с бешенством понимаете еще месяц до она записана друзья вот почему у нас журнал мы кстати сказать и разговаривали совещали здесь скоро надо будет ну через месяц получается сначала проглистуем и уже потом уколем от бешенства всем всем пятерым там как раз доза на 5 а баксика отдельно возим у баксика друзья из документ паспорт ну да 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 ну и ставят паспорт печатаем сейчас катя кстати взяли лекарства ему от листов ему даем таблеточку и все и потом уколем ему тоже вакцину чтобы мы не переживали потому что это такая зараза мы посмотрели ну на нас это непосредственно касается потому что у нас и дома собака и тут собака и коты поэтому ну как-то а да кстати вот недавно как укусила это ну поэтому поэтому лучше сделать вакцину да и мы будем мы делаем животином до маркись да чтоб он ходил красивый да гляньте какой красивый просто красавчик светит своим фонариком так надо уже выключить да он на зиму набирает жира он он видите такой он стал они все такие но и шерсть у них растет еще и не там сейчас да понятно он набирает кон как наверное медведь и будут тут спать спячки так все блин ешь этот еще ставила ну давай этот выключу да я друзья сегодня давал я одно время не делал потому что внешне уже обнаглели перестали кушать а сейчас опять буду делать и ему он давал он скушал короче все птички я делаю как бы запариваю кашу с мясокосной мукой мясокосная рыбная мука мы мешаем я жменьку кидаю и она как бы размешивается с кашей все четко они с удовольствием кушают получается малым даю полностью утром кушать вечером дадим ну дробленку фазанам полностью кушать давал вот этой же каши ему дал все остальное высыпаю курям а этим тоже ждавал до утром же ж малым по-любому да не не малым даю опа прыгает муху ловит муху ловит сейчас он не увидит она летает но она вон ее по-любому поймает он будет за ней бегать пока пока не поймает кто не там капает я видел надо посмотреть починить что-то попало за и капает капает так что друзья все вакцину для кролика взяли мы будем колоть получается ночку дымку зефирку персика серика и всех малых получается их как раз получается 20 штук ну мы взяли две получается там 4 пузырька 2 пузырька на 10 особей получается там 10 доз в одном пузырьку получать но один в другой выливается и 10 как бы получается взяли 20 доз вот эти которые внизу самочки и в клетке здесь самцы они проколоты она нужно ее колоть раз полгода но они как бы все пойдут на мясо скорее всего шоу ну второй раз их точно мы колоть не будем но обычно мы так и делали до 1 а их один раз и малых вот этих которые будут идти на мясо их тоже один раз только уколем в месяц ну плюс-минус там может месяц и неделя будет не принципиально части более зима как бы но не зима осень мухон этих комаров нету поэтому будет нормально а сколько ты добавила добавляла и а ей ковшик только нас за ей ковшик только насыпала она не съела еще это а я думал она уже съела до до да сама хитрая до артисты ой тут аж дует да надо закрывать улице свежо нет за не надо не надо зачем потом будут орать приучать не надо за я не буду их ловить артисты о ей думаю чё народ в охоте жасминка ну жениха моторного нема да 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 вижу 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 да но уже жених когда приедет следующий раз уже будем ее покрывать да 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 а за это видела сегодня какое яйцо снесли куры гляньте какой снесли глянь это старая курочка вот видите еще большой плюс куры старые несут у такие большие яйца да 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 черная это она сама умная артисты да да загоняйте сейчас начнут копать там но если будут копать сама будешь закидать я мог катя тоже бороться да да розовый ага да мамки она их уже и не помнит не а и уже по барабану кто тут а ну да да видите она их уже и не помнит думает что это за сиденье бегать непонятные орова такая черная да сейчас набегаются так ты шо на кровать собрался куда ты пошел так а ну бегом так что вы тут мне шкоды сейчас наделаете а любим а ну бегом назад так все будем загонять зай давай загонять а ну а ну смотри а ну давай бегом загонять давай ну да ну да так свиньи сейчас они тут все поломают а и не боится ничего давай 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 я же помогал все 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 хотят опять бежать ищут ищут куда куда можно выходить они не поняли где они выходили а я еще и коте говорю что то жасминка орет она вчера еще начала орать нет качка нет видите хвост задирает хочет до жениха ну друзья сейчас жених уехал ну и хорошо получается если мы покроем где-то туда дальше чтобы было козлята были у нее когда тепло если катька покрыта конечно будет когда в январе да в январе будет ну будет холод потому что все равно сюда надо в сарай ходить она с другой стороны хорошо все равно мне если будет сильно холодно все равно можно не переживать не ну кормить же надо заяц кормить все равно сюда идти если когда холодно я все равно ночью раз прихожу а то еще и буду кормить до пумба да то по-любому друзья буду ходить если все будет благополучно надо будет кочегарить поросята поросята да будут так что ходить будем по-любому так что таки дела сегодня насыпали кукурузку водичка уже чистенько уток нема и вода вообще чистая чистая залезла уже малая спит здесь и там он малая спит они еще был яйцо тут ага вот она греет яйцо я видел еще одно яйцо было еще одно яйцо она уже залезла греть его да 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 по любому сейчас ждут уже друзья кстати написали по поводу кролей что кроли ждут потому что голодные друзья еще раз хочу сказать и в комментариях мы отвечаем и сейчас хочу сказать у нас голодных нету мы всех кормим просто я как сказать я не даю много зерна потому что уже какой-никакой опыт у меня есть я не даю много там сочных кормов потому что как сказать уже я приловчился они меня ждут я им насыпал сколько нужно они скушали и все и больше не даю понятно может они хотят и кстати писали за кормушки шопу этих было всегда так не получится они его потом разбрасывают все я же пробовал я сделал изначально я думал что будет полная кормушка а потом смотрю оно все на полу понимаете поэтому я сыплю да друзья да да ну говорит что там они голодные но я не знаю понятно они хотят все у них сено постоянно есть вода постоянно есть зерно даю я же говорил раз в сутки этой утром только все поэтому они меня ждут конечно да да а я бы насыпал ничего страшного бы я не переживал я из-за чего так еще начал сыпать овес сыпал потому что его никто не ест уже тот который упал его бы козы только козы едят и кроли а птица вот птица этот ячмень что упал они его не едят я его потом когда вывожу на кучу вывожу понимаете даже вот это что я пожменьки кидаю это они раскидываю я даже сейчас пойдемте покажу вот там я не увижу а вот здесь так а ну-ка где блин а ну не хочется туда и лезть как бы вам показать что его здесь вот здесь будет лучше видно наверное да не а и тут не будет видно вот видите ячмень он валяется то есть все представьте сколько его здесь он он гляньте сколько его вот раз два три так это я сыплю по чуть-чуть друзья пожменьки это разброс она а если представьте им насыпать туда полную кормушку они ее за день высыпят я же не просто так и даю им по чуть-чуть понимаете потому что уже как бы знаю что они его выбросят этот ячмень а и вон он видите вот ячмень он просто в траве тут его плохо видно вон ячмень видите они его выбрасывают вот гляньте о о о о о о гляньте сколько хочу показать вот вот гляньте сколько ячменя вот и точно так о вес и вот это уже выброшу я а если я представьте насыплю полную кормушку мне не жалко если бы они ели нормально я бы насыпал это мне проще я насыпал и забыл а заглянул нема еще полную насыпал и неделю не при не переживаю пришел все накинул воды добавил и сена почему я стараюсь кидать так тоже чтоб как сказать не сильно много вот она и бункерные кормушки потому что вот гляньте и вот это сено уже все никуда не годится только выбрасывая его потому что она там в перемешку понимаете точно так вот на низу видите сколько сена это просто выброшено почему я по чуть-чуть и кидаю вот это вот самое лучше жменьку кинул вот сейчас еще добавлю вот видите персик не съел так что друзья тут все настроено все правильно я уже не первый как бы мы уже больше года занимаемся уже как бы выучили приловчились поэтому голодных нет вот если покажу водичка закон но еще видите видите еще кто-то один может напиться ну сейчас добавлюсь до утра им как раз хватает но вообще вообще уже я сегодня думаю что думал за это у меня еще одна бутылка из готова я наверно этим 2 2 поставлю сколько тут 2 4 6 7 штук там 5 там получается чуть чуть больше остается этим надо еще бутылку поставить завтра с утра я поставлю им бутылку вот видите скушали все это по краям есть но я сегодня им насыплю точно так же везде поэтому не переживайте голодных никого не мог кстати там писали солома друзья там у них перемешку и опилки и солома и еще там помет их нет но я хочу знаете как я наверно вот так вот прибью какую-то досточку я думал и туда вот так настилю больше чтобы они как бы садились фазаны так что такие дела а он видите за целый день осталось блин как бы не они фокусируются ну короче я и этот кидал сегодня горбуз каун почти доели одну половинку доели а одна половинка осталось так что такие дела так что друзья голодных мы не держим не пришивайте и и знаете как еще такой комментарий но не как сказать ну вот этот же что вот там не хватает те голодные те это друзья ну смысл вам держать такое хозяйство и держать тут все в голоде но мы же как сказать работаем чтобы если им хорошо то естественно и нам будет хорошо вот малые прыгают все у них нормально здесь видите сена еще есть но я чуть-чуть им добавлю этим больше добавлю этим кину и серику сегодня кину все персику сена не буду кидать вот у него еще есть все завтра уже здесь утром ничего не будет он все съест даже может и останется он он меньше есть чем серик но он и меньше конечно вот видите он ждет уже все скушал сейчас я ему принесу он покушает и ляжет отдыхать утром проснется у него сена есть он сена покушает и там что-то вкусненько еще скушает и ему утром еще зерна дам так что не переживайте все нормально все друзья всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пишите комментарии всем пока